Здравствуйте! В эфире новости «Тынды» в студии Ирина Ковальчук и сегодня в программе. Заседание Тынгинской городской думы. Что думают жители об изменениях в городе? Подведены итоги конкурса «Учитель года-2020» и о других важных новостях. Одежда ведущей любезно предоставлена спонсором программы «Новости Тынды». Шоурум Куб в Тынде. Улица Московских строителей 2, павильон номер 3 и номер 4. Мы работаем для вас ежедневно с 11 до 19 часов. Доставка по всей России. Шоурум Куб. 12 ноября в городском муниципалитете состоялось очередное заседание Тынгинской городской думы. Приняты изменения в бюджет города. Объявлены публичные слушания по уставу и бюджету на 2021 год в заочной форме. Предоставлены помещения для тренировок секции «Кио-Кушенкай-карате». Депутаты подняли на 3% оклады муниципальным служащим. Высшие должностные лица города, мэр и председатель думы от повышения добровольно отказались. Учитель года 2020. Какое место заняла Тында? В следующем материале. 12 ноября прошел финал состязания педагогов. Правда, свое профессиональное мастерство участники демонстрировали не в очном формате, а в дистанционном. Пяти финалистам предстояло удаленно провести мастер-класс, публичную лекцию и ответить на вопросы большого и ученического жюри, в состав которого впервые вошли победители и призеры конкурса «Ученик года-2020». Обладательница звания «Учитель года Амурской области-2020» статуэтки из самоцветов «Амурский пеликан» и премии в 100 тысяч рублей стала учитель биологии и химии Благовещенской гимназии номер 25. Второе место из 60 тысяч рублей завоевала учитель русского языка и литературы школы номер 7 нашего города Светлана Пастухова. Третье место и премия в размере 40 тысяч рублей досталась учителю биологии и химии лицея из города Зеи. Участвовать в конкурсе «Учитель года Амурской области» это очень сложно, ответственно в первую очередь. Когда тебе говорят, что Светлана, за тобой муниципалитет, за тобой школа, за тобой учителя твои, а самое главное дети, тогда, конечно, волнение удваивается. Я вам честно хочу сказать, я еще до сих пор не особо почувствовала, я честно вам говорю, потому что, вы знаете, после сразу вот этого мероприятия включаешься в работу. Сейчас очень многие учителя болеют, и поэтому нужно в работу быстро, сразу включаться. У ребят у моего 11 класса итоговое сочинение, поэтому просто включилась в работу. Довольно собой, довольно, есть, конечно, моменты, которые буду отрабатывать, знаю, где у меня получилось, где не получилось, но работа всей команды, мне кажется, была на высоте. Праздник профессионального мастерства педагогов стал в нашем регионе доброй традицией. Уже много лет он помогает раскрывать педагогам свой потенциал, проявлять мастерство, приобретать новые знания и обмениваться опытом. Победитель конкурса представит регион на Всероссийском, этапе соревнования, который состоится в следующем году. Поздравить педагога, а также вручить цветы пришли мэр города Марина Михайлова и начальник управления образования Оксана Неронова. Мы поздравляем вас с этим замечательным событием. Я рада, что у нас есть такие педагоги, на которых можно обняться не только педагогам, детям. Мы вас уважаем, ценим, любим и надеемся, что вы будете совершать новые трудовые подвиги. Спасибо большое, Марина Валентиновна, спасибо большое. Напомним, в конкурсе «Учитель года Всероссийского масштаба» амурчане участвуют ежегодно. В прошлом году честь области защищала педагог из Белогорска, которая вошла в число 15 лауреатов. На площади началось строительство детской горки. На площади 25-летия Обама начались работы по подготовке к Новому году. Рабочие предприятия «Чистый город» приступили к постройке горки для катания. Большая гора, как и в прошлом году, будет трехполосной. На строительство горки уйдет 600 кубометров снега, длина составит 70 метров. После строительства большой горы возведут еще одну, поменьше, рассчитанную на малышей. Сейчас рабочие предприятия «Чистый город» завозят снег под основу. Главную городскую трехполосную горку построят из искусственного снега, который завозят с горнолыжного спуска «Усть-коралл». В ближайшее время рабочие приступят к монтажу 15-метровой искусственной ели. После ее сборки рабочие предприятия «Горэлектротеплосеть» подключат главную елочную гирлянду и световую эллиминацию. Новые светофоры и пешеходные переходы. Узнаем мнение жителей. Это ужас какой-то. Ходить невозможно. Они на каждом шагу, эти светофоры, там, где не надо стоять. То есть вы считаете, что не посоветовались с жителями, и очень неудобно? Да. Я именно так и считаю. Мне нравится, удобно. Здесь было тяжело перейти раньше. А теперь очень удобно, видишь, и приоритеты не пропускают лучше. А то и берез не пропускают уже. А тогда как-то выглядываешь, чтобы меня никто не сбил. Долг не намного. Это как в цивилизованном городе большом. Деньги лишние получились. Вот оно, видите, как хорошо горит. В свое время мэр тоже говорил, что не нужно светофоры. Нет, оно нормально, так удобно. Предыдущий какой-то там мэр был, помните? Говорит, не надо. А сейчас деньги появились, поставили. Надо было давно уже поставить. Нет, это хорошо. Это очень даже удобно. Удобнее, лучше стало? Конечно. Я одна про лежачие полицейские, что скажете? Да, что ты ее знает про лежачие полицейские. Полицейские, с полицейских. Пускай работают. Мы очень хорошо. Очень хорошо. Да, мы очень рады. Такой даже город стал как бы больше. То есть удобнее, лучше. Удобнее, лучше. Очень хорошо. Конечно, лучше. Еще бы пешеходные переходы вычистили, где светофоры. Вообще бы классно было. А то идешь. Ну, а так лучше, конечно. Вот не чистят, плохо. Боишься, что машина идет и, кажется, тебя подталкивает. И бежишь от скользко. В принципе, все устраивает. Машина уступает. Единственный момент, конечно, сейчас очень скользко. Нужно быть очень осторожным. А так, в принципе, удобно. Стало намного удобнее. Есть места, где можно перейти, не приходится далеко обходить теперь. Все удобнее. Из уходных переходов больше стало. Конечно, удобнее стало. По профсоюзу, да? На подъеме. Песком никто не посыпает возле светофора. А стоять надо, если уж как раз стоять правильно. Ну да. Начинаешь пробоваться, то начинаешь бюстовать. Есть где нужно, а есть и которые не нужны, светофоры. Сейчас нормально чистят. Но это просто теперь как бы удобно. Уже человек знает, сколько там осталось секунд и сколько бежать. Ну, это удобнее. Ну, город-то как бы это обновляется, развивается. Везде такое, блин, уже. У нас как бы задержка, но ничего, нормально. И напоследок, коротко о других важных новостях. Неработающие пенсионеры, получившие компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно в 2018 году, и не воспользовавшиеся правом проезда в 2020, в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться правом на компенсацию стоимости проезда в 2021 году, и в 2022 с последующей возможностью ее продления в 2024, с учетом периодичности предоставления. Право на компенсацию имеют неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности, и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Компенсация положена один раз в два года. Большинство граждан, обращающихся в колл-центр отделения Пенсионного фонда по Амурской области с вопросами о накопительной пенсии, не знают, в какой именно организации находятся средства, какова их сумма и были ли отчисления работодателей на накопительный счет. Всю эту информацию пользователи интернета могут получить самостоятельно. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, уточнить, в какой организации формируется накопительная пенсия, Пенсионном фонде России или Негосударственном пенсионном фонде, а также какова их сумма, можно и в режиме онлайн. Для этого необходимо войти в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Эту же информацию можно проверить, запросив извещение из индивидуального лицевого счета на портале Государственных услуг. Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций с 1 января 2021 года. Все чаще наименее социально защищенные слои населения обращаются к микрофинансированию. Это, по данным депутатов, приводит к быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. И сдержать эти тенденции не помогают даже принятые ранее ограничения. Ранее такой законопроект уже предлагался и не был поддержан на пленарном заседании, но с праворосы настаивают, что меры все же надо принимать, так как проблемы усугубляются особенно на фоне пандемии. Управление социальной защиты населения по городу Тында и Тынгинскому району напоминает гражданам о продлении до 31 декабря текущего года предоставления выплат семьям с детьми в беззаявительном порядке, то есть получателям, у которых срок предоставления выплат заканчивается в период с 1 октября по 31 декабря, обращаться в соцзащиту с новым заявлением о продлении выплат не надо. Выплаты будут продлены автоматически. Яркие, стильные, модные и, конечно, классические. Все это об ассортименте шуб с выставки «Меховые традиции», где вы сможете выбрать красивую, современную и, самое главное, теплую шубу, которая будет радовать вас долгие годы. В этом году очень хорошо покупают вот именно молодежные изделия из норки, которые у нас представлены, также изделия из шерсти натуральной. У нас можно приобрести за наличный, безналичный расчет. На модели прошлых сезонов можно получить скидку до 50%, а при покупке шубы – пуховик в подарок. Каждое меховое изделие имеет сертификат и гарантию качества. На этой выставке мне понравилось, что женщина любого возраста сможет найти для себя подходящую модель. Очень много шуб и курток для молодежи и очень большой размерный ряд. Ждем вас на выставке «Меховые традиции». С 22 по 24 ноября. ГТК «РУС». Тында. С 10 до 19 часов. Смотрите информационные выпуски новости Тынды в эфире главного городского телеканала телекомпания «Тында» во всех кабельных сетях города. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok